Это был конкретный продукт и, в общем, результат развития и предшествующей психотерапевтической мысли, то есть психотерапия, психотерапия, она основывалась на своих предшественниках, папах, мамах, братьях и сёстрах. Она выросла и развивается в определенном историческом контексте, она развивается и возникла из определенных, и пользуясь и питаясь определенными философскими течениями, ну и существует в определенной культурной традиции. В этом смысле гештальтерапия – это не просто направление психотерапии, на сегодняшний день это уже по степени воздействия на умы, это вполне сравнивое психоанализом культурное течение, потому что, ну не знаю, есть и немало литературных произведений, которые, ну вполне по жанру являются гештальтистскими, есть гештальтистские фильмы, есть специалистическая гештальтистская живопись, собственно, ну Лора Перлс сама очень хорошо рисовала, вот, то есть в этом смысле это определенная, я бы сказал так, культурная практика. Поэтому, когда вы занимаетесь психотерапией, да, можно, конечно, и гештальтерапией, можно, конечно, исходить это, ну, из того, как в начале появления гештальтподхода в Советском Союзе, ну, сравнивали гештальтерапию с горячим столом, ну, типа, вот есть горячий стол, да, есть собака сверху, собака снизу, ну, такие поздние, как бы, Кэрлсовские отдельные метафоры и высказывания, ну, вот, мы, соответственно, этим занимаемся, ну, так, бацаем гештальт, да. Можно, в общем, подходить к этому так, а можно подходить, соответственно, ну, к определенному, к определенной культурной практике, от которой зависит не только наша терапевтическая эффективность, ну, вполне наш стиль жизни, вот, собственно, терапевтов, какой-то стиль жизни гештальтистского сообщества, мы формируем какой-то стиль жизни клиентов, то есть, в общем, ну, где-то, в очень малой степени, может быть, лечим где-то, в очень малой степени, может, что-то конструируем, а вообще-то, ну, наверное, знакомим, скажем, те, кто рядом с нами, ну, вот, с тем стилем жизни, ну, который лежит в рамках гештальт-подхода, так что для меня это, ну, гораздо более какая-то широкая вещь. Ну, если есть стиль жизни, то есть, стиль жизни, он всегда требует, ну, каких-то, скажем так, философских оснований, то есть, мы всегда опираемся на какие-то принципы, всегда опираемся, в общем, на какие-то идеи, и именно это, ну, в общем, обеспечивает нам безопасность, и, вот, собственно, и эта лекция читается, вот, самую первую трехневку, именно для того, чтобы как-то пройти приконтакт, в том числе и приконтакт в этой большой группе, и, соответственно, обеспечить максимальным способом удовлетворить вот эту самую безопасность. А раз идет вопрос об удовлетворении безопасности, то хорошо бы, в общем, понимать, на что я внутри себя опираюсь, и что является там в рамках гештальт-подхода, ну, моими опорными точками. И это всегда некоторые идеи, да, которые, скажем, ну, для меня могут быть такой вещью, когда я, ну, не буду находиться там в шоковом состоянии, да, а буду в состоянии, как-то скорее ориентироваться в окружающем пространстве и быть в этом пространстве эффективнее. И вот если посмотреть, какие, собственно, идеи гештальт-подход взял из предшествующего развития психотерапии, из философии, из стилей жизни общества, из культуры и истории, то первая идея, которая, собственно, приходит в голову, это идея об опыте, ну, который в каком-то мере противостоит знаниям, и на что я опираюсь, на опыт или на знаниях. И каким образом мне обращаться? На самом деле это не противопоставление, это скорее две полярности. Опыт против знаний. Нужен и опыт, нужны и знания. Но все предшествующие направления психотерапии, ну, например, психоаналитики, он скорее говорил о том, что, в общем, в итоге-то важно знание. Ну, вот работает, соответственно, психоаналитик с анализируемым человеком и дает ему какое-то недостающее знание, ну, в виде своей интерпретации, которое должно облегчить ему его жизнь. И в этом смысле, хотя Фрейд был первым, кто, в общем-то, обращался к личной истории человека, и, в общем, исследуя эту личную историю, опирался на опыт, он в итоге оказался перед, ну, известным расщеплением, потому что, ну, был сыном своей эпохи и, по сути, наследовал, в общем-то, о чем еще там в 16 веке говорил Фрэнсис Бэхон, о том, что знание – это сила. Опыт – это как бы то, что знанию предшествует. Ну, хорошо, конечно, исследовать, ну, особенности ранней детской травмы. Это, правда, достаточно уникальное и до Фрейда не возникавшее, в общем, в истории человеческой мысли, исследовать историю жизни ребенка, смотреть то, что с ним происходит. Но дальше он, вроде, отказывался от проживания этого опыта, да, потому что пациент был пассивен, и предлагал совершенно иную схему, ну, вот в этом и есть расщепление психоанализа. А теперь я тебе скажу, теперь я проинтерпретирую тебе то, с чем, собственно, тебе пришлось сталкиваться в жизни. И это, опять-таки, итог того, что сам психоанализ, он развивался в атмосфере 19 века, в атмосфере рационализма. Ну, достаточно распространенного философского учения, ну, в разных, так сказать, сферах, так сказать, распространяемого, где главная, соответственно, вещь это, ну, примат и самая большая сила, в общем, человеческого ума. И расщепление касалось не только того, что, в общем, расщепление между знанием и опытом, ну, например, расщеплением, которое, я дальше об этом скажу, поселялось уже внутри психики человека. Ну, когда, собственно, тот же ортодоксальный психоанализ, он классический, в общем, никогда не обращал внимания, особого внимания ни на тело, ни на эмоциональные проявления человека. И в этом смысле рассматривал индивидуума как совершенно изолированную вещь. И это вопрос не теоретически в данном случае, ну, как некое первое философское основание знания против опыта, да, а это, в общем, то, что продолжает волновать, ну, например, меня и в моей ежедневной, там, какой-то терапевтической деятельности, чего я даю клиенту и зачем он ко мне приходит, за знанием или за опытом? И как ему преподнести то, что, в общем, до сих пор мы продолжаем жить в какой-то мере, вот, ну, наше обыденное сознание, по крайней мере, в атмосфере рационализма или за знанием? Зачем, скажем, вот каждый, собственно, из вас здесь находится, на что опирает? На то, что это будет некоторый достаточно болезненный опыт, ну, который придется периодически проживать в течение, ну, этих четырех лет, и, ну, каждый из вас уже, допустим, ну, как так или иначе этого коснулся, да, или это будут вот такие строгие, четкие, отточенные сейчас знания, ну, которыми я снабжаю вас. Где здесь между вот этими двумя жанрами, ну, соотносятся они как, противостоят друг другу, или являются полярностями, и приходится находить какую-то собственную точку опоры между этими вещами. Вот, потому что если мы относимся к клиенту, ну, вот, обращаемся к клиенту так, как будто он приходит к нам за знаниями, тогда, как говорила вчера Лена, мы неизбежно выступаем в роли экспертов. Мы знаем, что надо клиенту, мы знаем, что с его умом не все в порядке, мы знаем, что мы обладаем большими знаниями, чем он, и мы тогда начинаем, ну, как бы его воспитывать, его учить, превращаемся вот этих самых там в учителей, которые снабжают, ну, соответствующими знаниями. И, в общем, не даем ему возможности того, что все-таки самое главное в нашей жизни – это опыт человеческой жизни. Вот, когда говорят о вкусе жизни, то предполагается, что этот вкус, он дается, прежде всего, нашими непосредственными ощущениями, некоторой нашей феноменологии, благодаря которой мы действительно оказываемся не то, что причастными к жизни, а мы, ну, оказываемся, ну, в самом потоке жизни и начинаем реально осуществлять его вкус. В этом смысле этот вкус точно бывает очень рад. И поэтому вот эта, ну, скажем так, дикотомия или полярность, да, между опытом и знанием, она существует в разных, в общем направлениях. Был бы это, ну, такой психоаналитический, ну, скажем, ориентированный, скажем, проект. Ну, тогда что делают психоаналитики в таких проектах? Они берут этих самых 20 томов, 25 томов Зигмунда Фрейда и посвящают много времени конспектированию его трудов. И потом анализов, каким образом каждая строчка, скажем, в работе Фрейда «Тотемы табу», но оказала влияние на его нынешнюю жизнь. Ну, многие, кто там в свое время конспектировал марксиско-ленинскую философию или труды классиков марксизма-ленинизма, ну, помнят этот прекрасный, ну, в кавычках, опыт, да, и не знаю, насколько они пользуются им в своей реальной жизни. Ну, правда, есть люди, которые приспособлены к такой форме обучения и к такой форме, ну, подачи материала, когда лекции занимают, ну, по сути, там, не знаю, 6-8 часов из всего дня. Гештальт-терапия в этом смысле – это явная оппозиция, ну, допустим, психоанализа, где, скажем, у нас-то в любом, не знаю, в группах ли это, в третьей ступени, в первой ступени, во второй ступени, на интенсивах, лекция – это, скорее, ну, некоторый веер идей, веер мыслей, которые мы предлагаем, вот в данном случае, в полю, и ждем, что поле, там или иначе, на это откликнется. Я, например, вчера точно не очень знал, про что там буду читать сегодня. Идеи были разные, но то, что сейчас формируется, оно формируется под влиянием каких-то моих, естественно, знаний, какого-то прошлого опыта, но еще явной фокусировки на то, что сейчас происходит в группе. Я хочу точно про себя понимать, что я, скажем, ну, вот в этом смысле, в этой группе востребован и хочу откликнуться на то, что в данном случае здесь происходит. И откликаюсь не своими знаниями, да, а некоторым опытом, вот некоторой в данном случае импровизацией, которая сейчас приходит в голову. В этом смысле это, может быть, не всегда достаточно связано, но это всегда является некоторым откликом. Потому что, соответственно, если предлагается конспектировать тотем и того, ну, отклики будут такие же связанные. Ну, вот Фрейд сказал то-то, то-то, и отклик мой такой-то, такой-то и такой-то. И это нечто, что уже выходит за пределы непосредственного человеческого опыта и, собственно, вот кинемиологического основания, которое лежит в основе гештальтерапии. Следующее очень важная вещь и очень важное философское основание гештальтерапии – это отношение к времени. Я бы это тоже сформулировал, как, скажем, ну, может, как вот такую полярность – время против безвремени. И в этом смысле гештальтерапия достаточно серьезно отличается от других направлений психотерапии. Есть направления, и я считаю, что там, где, ну, время вообще не учитывается, ну, а некоторые вполне психотерапевтические направления не работают безвремени. Ну, такая категория времени, она просто отсутствует. Ну, например, эсценианский гипноз или нейролингвистическое программирование, которое представляет собой не направление психотерапии, а достаточно эффективную психотерапию. А в этом смысле мы, с одной стороны, привносим, ну, вот эту категорию времени не только в нашу жизнь, но и в нашу непосредственную работу. С этим самым представлением о собственном времени живем. И это представление о времени, в общем, транслируем клиенту. Чего обстояло в этом смысле с психоанализа? Тут такая интересная история, потому что, хотя Фрейд, как я уже сказал, первый стал говорить об опыте, а любой опыт, он рождается из переживания, которые, соответственно, протекают в некотором времени. Но он был дитя, как бы, своей эпохи, своей культуры и своей, в общем, личной истории. С одной стороны, он был евреем, который не признавал иудаизм, в соответствии с которым все впереди, и мы ждем Мессию. С другой стороны, он жил в католической Австро-Венгрии, христианской, в которой доминировали совершенно другие представления. Представление христианства о том, что главное событие, в общем, мировой истории, уже произошло. Ну, годы рождения жизни Фрейда, там, 1880 лет назад. Ну, то есть, когда, соответственно, распяли Христа. Вот, соответственно, это пиковое время мировой истории, главное событие. И, соответственно, все, что после этого события, это уже после этого главного события. И интересно, что вот это, и хотя Фрейд все время боролся, там, против христианства, даже написав, там, будущее одной иллюзии, так сказать, в 1930 году, где как-то прокламировал то, что с христианством будет происходить дальше. Но, как ни парадоксально, в самом психоаналитическом течении он основан был на этом, основался на этом. Что, собственно, по-психоаналитически определяет жизнь всех этих знаменитых клиентов. Там Доры, Аннео, Президента Шербера, даже маленького Ганса. Это то, что с ними когда-то произошло. Это ранняя детская травма, травмы, неблагополучие, еще что-то. И это было главное, это во всех аналитических трудах Фрейда, главное пиковое событие этой их жизни, этих клиентов. И, соответственно, дальше, вот поскольку это главное пиковое событие, и вроде уже все прошло, время, оно, вот как бы и в анализе, везде, оно, как бы, течет вспять. Это, кстати, оно такое мнимое время. Это на самом деле, это время, ну, вот, там, образец-то мнимого времени, это вот в русских иконах. Там все уже там, вот, самое главное, в самом, ну, внутренности иконы, да. Вот, все уже прошло, все уже там. Надо, типа, готовиться к тому, и как бы доживать или выживать, так, что, собственно, и делали психоаналитики, пациенты, психоаналитики. Они, скорее, доживали, поскольку главное событие жизни, в их жизни уже, в общем, произошло. Вот, и психоаналитик выступал в роли человека, ну, который их сопровождал. И отсюда представление об этой самой бесконечности анализа. О том, что можно анализировать бесконечно долго, но, типа, пока тот или иной клиент не помрет. Ну, как вот Сергей Панкейс, человек-волк, да, которого вначале Фрейд терапевтировал помер, потом Бенц Вангер терапевтировал помер, потом Карл Густав Юнг терапевтировал помер, он все жил и жил, потом, значит, к концу жизни, так не излечившись ни от какого своего невроза, а всех на них написал прекрасные мемуары. Ну, так, как бы, несколько поиздевавшись, в общем, в какой-то мере над вот этой идеей психоанализа о мнимости времени. И не случайно, как бы, исходя из психоанализа, и невозможно было бы организовать никаких форм кратковременной психологической помощи. Это что-то очень долгое, основательное, массивное на всю оставшуюся жизнь, с вот этими мнениями, идущими из американских фильмов, что каждый уважающий себя человек должен иметь своего психоаналитика, к которому ходить регулярно, и это будет длиться постоянно. То есть, скорее, в модели-то психоанализа, то, что сейчас вот появилось уже в оргонсультировании, аналитик, он скорее является вот этим коучем. Он таким сопроводитель, да, человек, который сопровождает своего клиента всю оставшуюся жизнь, потому что больше никаких пиковых событий в жизни клиента уже произойти никогда не может. И в этом смысле Фрейд сам впал в пессимизм, я понимаю, не знаю, от этого ли впал, но можно точно впасть в достаточно пессимизм, да, просто там старческие болезни и так далее. Но это действительно было вот такой важной вещью. И не случайно вот такое отношение к времени, оно как бы породило, ну, некоторые протесты. Но вообще все не так. Все может, в общем, совершенно по-другому. И скажем, в гештальтерапии здесь тоже есть достаточно серьезное расщепление. Ну, как бы есть два подхода. С одной стороны, время, и это вот восточное направление, ну, от которого в последний период жизни подпитывался Фрис Перлс. Это такое циклическое время, которое начинается с чего-то, вот то, что Лена рассказывала вчера о колесе сансары, и к чему-то приходит. И только позднее уже, со времен вот существования Кливлендского института и, соответственно, Джозефа Зингера, да, стал появляться вот этот цикл контакта, когда, собственно, и предложено было основание, что мы живем в некотором продленном времени. И только живем мы. Не только живет клиент, да, но и весь наш цикл терапии, он когда-то начинается и когда-то завершается. Существуют разные циклы, индивидуальные, там, семейные, интерактивные и так далее, и так далее. Мы каждый раз находимся в разном цикле контакта, но это всегда то, что имеет возможность завершиться. И тогда, возможно, не бесконечно, мы находимся во времени. Мы стремимся к некоторому финальному циклу контакта. И некоторые финальные точки мы не можем ее удержать. Хотя иногда сильно стремимся, там, впадая в эготизм. Но потом все-таки наступает астимиляция, возможность получить некоторый опыт и дальше на основании этого нового опыта двигаться вперед. То есть в этом смысле это очень созвучно с тем, что, в общем, говорят экссенциальные терапевты, ну, которые тоже находятся в одном психотерапевтическом поле с гештальтерапией, о том, что, в общем, ну, самый пиковый, в общем, момент жизни человека, говорит Виктор Франко, да, это, в общем, ну, последний момент его в жизни. Только самый последний момент жизни он, в общем, понимает, зачем живет. А до этого он все время, для него поиск смысла является вот этой незавершенной задачкой, незавершенным гештальтом. Именно этот незавершенный гештальт является основным стимулом не для доживания и не для выживания, а для достаточно продуктивных условий, для достаточно продуктивной, эффективной жизни, даже вот в тех невыносимых условиях, в которых сам Франко находился, оказавшись там и получив опыт пребывания в концентрационном лагере. И этот подход, он совершенно меняет наше представление о том, что мы делаем с нашим временем, как мы с ним обходимся и что мы транслируем, соответственно, клиентам. О том, что мы будем с вами доживать вот эту самую травму, или мы будем продуктивно относиться к настоящему, в данном случае именно вот эта точка зрения, связанная с временем, она породила, собственно, основные, один из основных принципов гештальт-терапии, это принцип здесь и сейчас, связанный с жизнью в настоящем, а не с тем, чтобы питаться как-то прошлым или впитать иллюзии и фантазии по поводу прекрасного будущего. И, соответственно, с этим же, в общем, правильно Лена подсказывает, связана теория парадоксального изменения Арнольда Бейсера, да, о том, что изменения не начинаются путем силы воли. Сила воли вещь, в общем, скорее нужная во время запора на унитазе, да, а здесь, скорее, очень важно встретиться с бессилием, беспомощностью и с тупиком, чему феномену тупика Кэрлс посвящал в своих работах немало внимания, только встреча с тупиком, с растерянностью, с бессмыслицей, с беспомощностью может нас толкнуть на какие-то изменения. А если мы этого не учитываем, то тогда двигаемся куда-то, да, непонятно куда, и не сворачиваем с того пути, который, в общем, нам вполне, ну, может и не принадлежать, это чей-то другой путь. Если я не учитываю собственного времени, я тогда могу оказаться, в общем, ну, в некоторой другой ситуации, да, которая, скорее, для меня будет вредной. Еще очень важная вещь, на что я ориентирован в плане взаимодействия с окружающей средой. Я бы это обозначил как принцип, ну, связанный с диалогом, который противостоит монологу. Ну, понятное дело, что, скажем, терапевтическая практика, скажем, идущая от психоанализа, это, скорее, в общем, монолог. Ну, и хотя существует это понятие, так называемом, сократическом диалоге, и Сократа, Платона считают там основателем диалогического аксения, на самом деле, если вы почитаете диалоги Платона, то это был такой, в общем, достаточно подмоченный диалог. Ну, потому что Сократ все время спрашивал, те, кого он спрашивал, нихрена не знали, а потом он, как бы, поскольку они не хренали, сам же за них отвечал. То есть, вот, если посмотреть, что происходит, то это, ну, скорее, такой внешний диалог, да, за которым, ну, Сократ в своих там этих совеседниках равноправных таких партнеров не видел. И отсюда, в общем, выстраивал, ну, понятное дело, такие иерархические отношения. Я, типа, знаю, вы забыли. Вот, а я вам расскажу то, что вы забыли, вы мне будете за это благодарны. Ну, отсюда идея благодарности, которая существует в психотерапии. Вот. И точно так же, собственно, работали и работают многие до настоящего времени психоаналитики. Это, в общем, они, эта встреча, ну, даже не встреча, да, а это такое взаимодействие двух одиночеств. Ну, одно одиночество излагает свободные ассоциации, ну, и другое одиночество, которое защитилось правилом абстиненции, потом, ну, толкует те или иные переживания, которые возникают у клиентов. Существуют даже такие весьма казуистические случаи, которые описывают, ну, присущие некоторым психоаналитикам, был один такой тип, который, в общем, ну, дабы соблюсти вот это жестко правило нейтральности или абстиненции, он никогда не пожимал руки своим клиентам, ну, типа, здравствуйте, никогда не пожимал, когда они уходили, типа, до свидания, вот, никогда им здрасте не говорил, вот, и был для них вот такой, этой самой, этим экраном, ну, о которой они свои лбы расшибали в течение, в общем, многих лет. Ну, не знаю, определенные люди к нему ходили. И в этом смысле гештальтерапия, по сути, это первый тип психотерапии, который ищет, ну, скажем так, истину не внутри монологического существа, а то, что всем хорошо известно, на границе контакта, и помещает человеческую антологию, человеческое существо не внутри, ну, в виде, там, нейроратической структуры личности по Фрейду, а помещает ее на границе контакта, на границе контакта между организмом и окружающей средой. И эта позиция, ну, как бы, человека, да, осознающего я, она и предполагает, прежде всего, возможность взаимодействия и возможность диалога. Если я на границе с чем-то, то обязательно есть кто-то другой, другой, непознанный мною человек, с которым я хочу находиться на границе контакта. Если я буду исходить из позиции монолога, я уже все буду знать. Ну, скажем, вот как, обладать такими знаниями, как обладает Анжела, относительно ее прошлого опыта, там, обучения, допустим, третьей ступени. И буду противодействовать всему тому, чтобы выйти на границу контакта и получить какой-то новый для меня опыт диалога. Мы всегда говорим о диалоге, но очень редко в реальном диалоге, в общем, находимся, ну, с окружающей средой, потому что это, в общем, страшно. Другой, которого мы встречаем, он чужой, он незнакомый, его надо узнать. Вот вчера мы на малой группе говорили про то, что там, важно бы людей, с которыми живет там по 15, 20 или 30 лет вместе, рядом. Ну, как бы узнать, у многих это вызывало раздражение, удивление, сомнение, ярость, а иногда даже ужас, а зачем мне его узнавать? А что толку, что я его узнаю? Ну, это же ужасно, что я его за 20 лет не узнала. Ну, и так далее, и так далее. Чувств было немало. А ведь это то, что, собственно, лежит в основе вот этого самого диалога, когда я узнаю чужого, другого, неизвестного мне человека, и я, собственно, не являюсь таким специальным организатором, а благодаря моим усилиям возникает то, о чем Мартин Губер говорил, то, что является встречей. Встречей меня с совершенно другим человеком. Лучше его, соответственно, породнить, какими-то узами связать с собой, назвать его своим сыном, не знаю, дочерью, еще кем-то, породниться, ну, и полностью как-то завязать себя сильно. Ну, вот, я всегда говорю, что, в общем, муж и женат – это чужие люди. Когда они начинают родниться, в их семейной жизни всегда хрень, в общем, всякое происходит. Потому что вот чужим им как-то легче находиться и обеспечивать состояние, в общем, той близости, потому что вот это противоречие, ну, противостояние диалога и монолога, оно лежит в основе того, что помимо индивидуальной феноменологии, ну, индивидуального осознавания, есть еще очень важная вещь, о которой говорил Хайдеггер – это феноменология взаимодействия. Когда, в общем, действительно, два одиночества, человек, говорил Хайдеггер, по природе одинок, он ищет другого, чтобы на этого другого как-то опереться, с ним встретиться, и благодаря этой встрече он обеспечивает, и эта встреча обеспечивает смысл жизни разный для обоих. Но этих двух встретившихся людей, когда они идут на проселочной дороге, на тропин, и вот внезапно встречаются. И мы живем и работаем с клиентами как раз именно для того, чтобы они смогли встретиться. Вначале встретиться с собой, потом встретиться с той системой отношений, в которой они находятся, чтобы они исследовали такие феномены взаимодействия, вытекающие из диалога, как терапевтические отношения, как дружба, как привязанность, как отношения между мамой и папой, и прочие родительские отношения, как отношения, кстати, в сообществе. Это тоже происходит, если можно организовать вот такой диалог. Важная идея и важное основание, на котором, собственно, тоже важно помнить, это то, что я обозначаю как синтез против анализа, или целостность против разделения. Понятное дело, идея холизма, или целостность, она в этом кругу всем хорошо известна. И это была тоже, в общем, скорее реакция на, ну, собственно, анализ, на аналитический подход, на желание все разделить, ну и, как следовало, из позиции рационализма, во всем добраться до, в общем, самой сути, ну, открыть, наконец, путем анализа, не только там молекулы или атом, да, и то, из чего там атом состоит, вот, открыть, например, ну, какую-то исходную точку, ну, не знаю, там, каких-то процессов, да, и выявить причину, которая, наконец, вылечит там все болезни, ну, прекрасная идея, существовавшая как раз во времена Фрейда, вот так называемый панацея стеллизенс магнуму, медики об этом знают, лекарство, которое лечит все болезни. Многие, соответственно, медики были вот этой идеей в 19 веке очарованы, создали прекрасные, в общем, медикаменты благодаря этому, но именно потому, что, соответственно, искали какую-то одну причину. в поисках этой одной причины пытались организовать вот эту, ну, причинно-следственную связь. Ну, об этом я уже говорил, и на этом основан некоторый анализ. Дальше, Гештальт, ну, стал определенной антитезой этого явления. И, в общем, Гештальт-подход говорит о том, что никакой причины нет. Есть некоторое поле. Возникла идея, которая была взята из Гештальт-психологии, что существует поле, где есть совокупность, представляющая из себя совокупность определенных взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, что мы находимся и являемся частями или частью этого поля, что как поле функционирует не только там, не знаю, наше зрительное восприятие, как думали вначале академические Гештальт-психологи, типа Келлера и Кавкера. А по типу поля организованная индивидуальная жизнь человека, ну и вообще все вокруг, что элементы в этом поле обладают той или иной валентностью, что они как-то взаимодействуют друг с другом. И основная задачка, которая стоит, это, соответственно, не искать причин, это полностью диаметрально противоположный подход, а, соответственно, быть чувствительным к тому, что происходит в поле, слышать отклик, ну, который возникает на нашем, ну, как бы, на наши действия в поле, и благодаря этому отклику формировать творческое приспособление. вот эта вещь, связанная, ну, как бы, вот между противоречием между синтезом и анализом, она до сих пор существует и в нашей терапевтической практике. Я не знаю, я так долго уже говорю, могу еще долго говорить. Саш, ну, сейчас мы уже с Аллой подумали вот о чем, что... Может, я остановлюсь? Вам бы... Нет, ты знаешь, ты... Подожди. Нет, нет, нет. Саш, знаешь что, вот сейчас такое предложение, ты уже договорил, потом мы сделаем перерыв, а потом мы сделаем теоретический семинар, который бы я бы Вовка очень попросила тебя поддержать. А откуда идея? Просто предполагалось, что лекция будет парная, на что? Ну, Саш, углевся. Я как Саш углевся. Я просто думаю, что в этой ситуации пусть уж Саша это говорит, а не прерывает твою локацию. Всегда надо останавливаться. Нет, ребят, парня... Давайте я лучше остановлюсь, потому что на самом деле я много чего могу рассказать. давай уже так, ты лучше... Я думаю, цикл контакта новый, уже не начать. Да. лучше тебе продолжить. Ты знаешь, ты лучше договори сейчас. У тебя еще... Знаешь, так, Саш, у тебя есть еще минут 5-7, потом мы сделаем перерыв, а потом, я правда, Вовка очень попросила тебя поддержать теоретический семинар, у нас есть определенные, ну, идеи, формы обращенные к вам. Ну, хорошо, потом, Это потом, а сейчас, уж ты лучше договори. Ну, в общем, очень важным... Тогда я тут просто перечислю, о чем я собрался еще достаточно долго говорить, вот, так сказать, основания. Да, я не буду просто их перечислить. Конкурентная основа, она никуда не тянует. Вот, а дальше уже посмотрим, чего из этого получится. Ну, понятное дело, что психоанализ и гештальт, в общем, отличаются, да и, скажем, инфициальные направления, ну, таким, такой полярностью, как полярность между процессом и структурой. Аналитики ищут структуру, гештальтисты, в общем, говорят о так называемом селф-процессе, когда я являюсь процессом, который изменяется в поле с учетом, как бы, моего времени. Существует такая точка, как то, например, что я делаю из клиента, я его воспитываю или содействую его становлению. Ну, например, такая категория как становление, это, кстати, характерно и для эксенциального подхода. Психоаналитики, в общем, учат и воспитывают, не случайно, большое направление имеет это самое психоаналитическая педагогика. Лиштантик-педагогика тоже существует, правда, в меньшем размере, но, в общем, основана она на идее, на идее, скорее, становления человека, которая основана в свое время на простеньком принципе Терлса о том, что бутон это не несовершенная роза, да, а совершенный бутон, и, соответственно, не надо там чего-то прививать человеку специально, да, а увидеть в этом бутоне некоторое совершенство, а то, вот, там, был я вчера в группе, многие участницы, вот, они как-то одержимы идеями Ивана Владимировича Митюрина, вот, бог ему помощь, вот, хороший был человек, да, не надо на сливу прививать персик, на дуб прививать капусту, без этого, в общем, какая-то хрень может получиться, падать будет сильно, не надо, вот, растение, оно совершенно само по себе, имеет свою экологическую нишу, и важно понять, в какой нише я нахожусь, вот, и не надо, чтобы персики там где-то жили там, в зоне вечной мерзлоты, где они не могут жить, и не надо тратить на это немередливое усилие, чтобы заниматься этим мичуринским, мичуринской хренью, это, в общем, плохо и для персика, и для человека, но хорошо для мичурина, да, но хорошо для мичурин, вот, не надо вот всего этого, вот этих насильственных изменений, вот, эффективный спрос, перечисли пункты, а как бы хотелось бы, это важно, перечисли пункты, это важно, пункты, да, ну, такое, в общем, вещь, какое связано, ну, с тем, с ролью, там, терапевта, ну, кристальтерапии, или в анализе, это вот, то, что я говорил, присутствие, ну, которое разделяется и кристальтистами, и эксенциальными терапевтами, ну, против вот этой нейтральности и абстиненции, вот, когда, ну, в общем, мы являемся некоторым активным, действующим началом, и, в общем, ну, как-то противостоим пассивности, ну, в данном случае, клиента, ну, который, скорее, является объектом, и, вот, этим самым, ну, человеком, который получает некоторую интерпретацию, аналитика, с которой не очень знает, что делать, очень важная идея, ну, тут много надо говорить, это идея, вообще, гистальтерапия пространственной, просто обозначить, нет, два слова, два слова, два слова, о пространстве, вот, которая включает концепцию, вот, организмической регуляции, и концепцию организма, и окружающей среды, и изоляции, вот, это очень важно, это очень важно говорить, ну, да, вот, затем, очень важной позицией, является отношение, некоторых психотерапевтов, ну, такая позиция, как травма, против, незавершенной, задачи развития, ну, аналитики считают, есть травма, ну, соответственно, вот она и произошла, и болит, и так далее, вот, и, собственно, ну, это связано с вот этим представлением, о том, что травма, это кликовый период развития, в жизни человека, вот, ну, а принцип наш, это, соответственно, принцип, связанный с эффектом зейкарник, и с незавершенным развитием, что оно не завершается, не завершается, не завершается, и мы его должны завершить, вот, это тоже, ну, такая очень, такое важное, философское основание, на чем основываемся, на безысходности травмы, да, или на незавершенные задачи развития, ну, много еще есть, еще что-то, патернализм против партнерства, например, этика против морали, что еще, сейчас, становление против воспитания, что еще не сказал, вроде все, вот, спасибо. 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 Спасибо.